Я приветствую в нашей студии ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, член-корреспондент Российской Академии Наук Александра Записоцкого. Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В очередной раз вы в нашей студии. И мне кажется, никогда такого не было, когда, вот, что называется, вокруг даже не вашего к нам прихода, а в целом вокруг вас так много новостей. Так много новостей, так много разных слов говорится, и, прямо скажем, не все эти слова я бы, например, рискнул произнести в эфире. Ну, давайте обо всем по порядку. Завершилась у нас работа общего собрания Российской Академии Наук, которая, собственно, и сопровождала скандал. Фигурантом этого скандала стали вы, скандал вокруг заявления организации под названием Диссернет. В чем конкретно они вас обвинили, если позволите? Ясно, когда это увидел, грешным делом, как бы мысль запала, надо же, вот что, у Записоцкого тоже нашли плагиат в работах. Потом я думаю, нет, Записоцкий защищался давно и очень давно. Ну, вряд ли это плагиат в его работах. Смотрю, действительно, речь не о плагиате в ваших работах, а о чем же тогда, в чем суть их претензий есть? Ну, например, множественные публикации, понимаете. Есть такая ситуация, когда автор где-то выступил, а потом многие там средства массовой информации или в науке многие журналы печатают материалы. Вот это мне и вменили в вину. Я выступал на философском конгрессе в Нижнем Новгороде. 2000 человек, крупнейшие ученые и философы России, зарубежья. Выступать с докладом – это вообще для философа редкая честь, а на пленарном заседании. И там вообще есть договоренность, что человек, который выступает на пленарном заседании, он дальше не препятствует распространению своих докладов, потому что это вот такая общая ценность. Ну, представьте себе, там только в зале было больше 800 докторов, наук, профессоров, заведующих кафедрами философии страны. Доклад мой произвел большое впечатление. Я выступал без бумаги. И потом были звукозаписи, их расшифровали, они стали ходить по рукам, потом стали звонить журналы и просить авторизацию. Я написал специальную статью для журнала «Вопросы философии». Это главный философский журнал страны. Отдал в этот журнал. Потом из него многие стали перепечатывать, в том числе и зарубежные журналы. Ну, вот надо сказать, что диссернет обалдел настолько, что вот это мне поставил в вину. Дальше они пытались там еще что-то найти, но главная задача была, конечно, меня дискредитировать. Якобы там у кого-то из защитившихся у нас в университете людей был допущен плагиат, списывание. Дело это, понимаете, практически недоказуемое, потому что в ряде направлений науки есть срок давности, связанный с тем, что очень сложно устанавливать истину. Вообще срок давности существует в России примерно с 15 века, и это совершенно не случайно. По целому ряду видов деятельности, чем дальше ты уходишь от событий, тем сложнее устанавливать истину, увеличиваются возможности недобросовестных споров и так далее, и так далее. И вот выбрали одного из защитившихся у нас в университете людей, который защитился 17 лет назад. 16 лет назад он ушел из жизни, и для того, чтобы предъявить мне претензии, его обвинили в том, что он там что-то списал. Потом, понимаете, это в Академии наук, где я шел на выборы, я там член-корреспондент, я член Академии, но есть более высокая стадия. Член-корреспондент – это ученый, который достиг выдающихся успехов в науке, а Академик – это уже, как во Франции говорят, бессмертные, это люди, чьи работы имеют первостепенное значение. Ну, и я так уже даже не думаю, я практически убежден, что у Диссернета был заказ на меня, они получили заказ, я даже примерно представляю, от кого они получили, и были предприняты беспрецедентные действия для того, чтобы меня очернить. Дошло до чего? Были подняты сообщения СМИ, которые были опровергнуты по суду, совершенно дикие, не имеющие отношения к науке. Там речь шла о том, что я якобы отчислил 150 студентов за то, что они меня критиковали. Но у нас в университете принято, понимаете, там вот введено в обиход студентам критиковать ректора. Я с ними специально для этого пару раз в год встречаюсь. Мы записываем все пожелания студентов, мы их выводим на бумагу, я даю поручение службам разобраться, вот критиковать меня легко. И только полный идиот может утверждать, что мы вдруг кого-то отчисляем за критику. Это, в принципе, невозможно. У нас все это знают. У нас были возмущены вот этими выпадами в мой адрес студенческие организации. А они, кстати, сейчас обратились в Генеральную прокуратуру. И я думаю, что там будет уголовное дело, потому что это клевета. Понимаете, когда университет выигрывает два процесса по недобросовестным событиям, так сказать, освещению событий в прессе, а потом это же все перепечатывается. При этом, вы понимаете, мы заставили целый ряд газет извиниться. Было одно СМИ, которое мы не могли заставить извиниться. Радио Свобода, потому что они иностранные агенты. Я не могу здесь на них подавать в суд. Так вот, нашли там материал какой-то шестилетней давности или там семилетней давности, и его впрыснули. Потом дальше написали вдруг, что наш университет не имеет государственной аккредитации. Это, вы понимаете, вызвало буря негодования в родительской среде. Далее там написали, что я какую-то несчастную студентку оскорбил по поводу высоких цен на питание в столовой. Вот этот фейк ходит по СМИ, по желтым СМИ уже много лет. Одна проблема. Никто не может назвать девушку, которую я оскорбил. Понимаете? Пострадавшей нет. Вот вроде бы там вот я кому-то что-то сказал. А студенты считают, что нет проблем с ценами на еду, что у нас там все совершенно нормально и повода нет. И вот вдруг такое море грязи вылилось. Я вам должен сказать, что Академия наук была в шоке от того, что происходило. Потому что Диссернет втерся в доверие к одному очень авторитетному и приличному человеку, авторитетному в математике, но очень наивному в личной жизни. Это академик Васильев. Вот знаете, есть такие люди в старину, их, может быть, назвали бы святыми, блаженными. Они далеки от реалий. У него дошло до того, что он пожалел кого-то с Болотной площади, пошел там на какой-то митинг. Он не самого мощного сложения умудрился попасть в какую-то драку с полицией. Против него там было судебное дело, приговор суда, который там вступил в силу. Но он делал это из самых лучших побуждений. И вот когда ему там вдруг принесли материалы заказные совершенно на Записоцкого, который такой негодяй, он вдруг с огромными радостями, с большим энтузиазмом взялся меня обличать, взялся говорить от Академии наук. Но я был не единственный такой. Были обвинения выдвинуты против целого ряда уважаемых людей. К огромному сожалению, вот в ходе этой очернительской кампании один член-корреспондент Российской Академии наук, Михайлов, как раз из моего отделения, он ушел из жизни, у него не выдержало сердце. Это все совершенно не безобидные вещи. Я должен сказать, что сегодня для диссернета был не лучший день. Потому что комиссия по лженауке в Академии наук на общем собрании поставила вопрос о том, чтобы ей вынесли благодарность и подчеркнули ее очень важную общественную деятельность. А там пять человек из диссернета, ну и остальные люди, видимо, мягкие, интеллигентные, неспособные, в общем, вот этим всем делам противостоять. И общее собрание Академии наук приняло решение не объявлять благодарность этой комиссии, а внимательно разобраться с тем, что происходит на заседании президиумов. Я должен сказать, что в этот раз, в общем, очень ярко, очень чисто, очень хорошо прошли выборы в Академию наук. Была настоящая конкуренция, конкурировали крупные ученые. Вот, например, на место, на которое я шел, было пять кандидатов. Вы знаете, вот если бы я сам не шел, я бы сидел бы и выбирал между Записоцким и другими. Там очень сильный Миронов, декан философского факультета МГУ. Декан философского факультета МГУ. Там член-корреспондент, так же, как и Миронов и я, Касавин из Института философии. Очень крупный философ с мощными фундаментальными работами. Член-корракадемии наук Шульц, очень сильный специалист в области философии, информации, информатики и так далее. Достойные люди. Ни один из нас не набрал большинство голосов. Понимаете, вот так бывает, и мы даже потеряли это место. И это как раз свидетельство принципиальности, это свидетельство конкуренции. Что теперь эти нехорошие люди кричат? Что это они меня не пустили, это их достижение. Ну, тогда пусть они не ждут благодарности от Академии наук за свой труд. Потому что вот это трюк качества, это непрерывное вранье. Понимаете, это недобросовестное использование различных каких-то деталей научной жизни. Это уже всему научному миру страны поперек горла. Я хочу сказать, что я был, пожалуй, единственным, кто выступил вот так ярко и открыто за прекращение этого безобразия. Люди не хотят связываться. Люди понимают, что они имеют дело с откровенными скандалистами, с людьми, которые на скандалах деньги зарабатывают. Вы понимаете, сейчас идет активный разговор о том, что вся эта публика живет на зарубежные гранты и наживается на том, что вот занимаются ложными обличениями нашей науки. Надо сказать прямо, есть ли проблема фальшивых диссертаций? Есть. И она серьезная проблема для любого ученого. Это неприемлемо. Есть ли написание в стране диссертации на заказ? Есть. Проблема в том, что диссернет не делает различия между честными людьми и фальсификаторами. И при определенных условиях они с большим удовольствием объявляют честных людей фальсификаторами, устраивают против них войну. Честные люди отворачиваются. Ну, понимаете, не каждый профессор захочет воевать с каким-нибудь Сергеем Пархоменко, который сидит в Соединенных Штатах и выходит в эфир наших российских. Да, он тут у вас, что называется, много всего о вас написал. Да, я прочел. Больше всего места в его материале из персон конкретных заняли именно вы, ну, видимо, как раз потому, что вы и один из этих, сколько там было человек-то, которых обвинили, 56, вы один выступили. Он моей персоне уделил столько внимания, потому что в газете «Московский комсомолец» я написал большую статью о диссернете. Эта статья получила большую поддержку в академических кругах. Я должен сказать, кстати, что все обвинения в каких-то фальсификациях, мой адрес, они провалились. Академия наук не поддержала эти обвинения. И что сейчас остается? Ну, только вот сильно расстраиваться. Поскольку я член Академии, ко мне чрезвычайно уважительное отношение моих коллег. Ну, а диссернету, я так думаю, предстоит из Академии наук либо уйти, либо им будет предложено, ну, предоставлять свои материалы для полноценной научной экспертизы. А им же не это нужно. Им не нужна полноценная научная экспертиза. Поэтому я думаю, что сейчас они имеют грустные очень перспективы. Они будут вытеснены из абсолютно всех сфер научной жизни. ВАК с ними иметь дело не хочет. ВАК – это высшая аттестационная комиссия, которая занимается защитами диссертаций и, кстати, отменами диссертаций. Министерство Минобранауки с ними иметь дело не хочет. Ректорский корпус и вузы с ними иметь дело не хотят. Ну, вот сейчас у них последняя была надежда на то, что им удастся как-то вклиниться в Академию наук и здесь как-то какие-то очки завоевать. Я думаю, что этого не произойдет. Я так думаю. Вот. И, конечно, вот вся истерика Пархоменко в этом интервью. Пархоменко, кстати, американский сиделец. Он живет в Соединенных Штатах. Он зарегистрировал. Мне очень легко посмотреть, где зарегистрирован сайт диссернета. Он зарегистрировал в штате Аризона. И он живет на Гранте. Он и его сотоварищи, целый ряд вот этих как бы независимых журналистов. Он глава этого сообщества, от чего он пытается откреститься. Он говорит, да мы одинаковые у нас тут у всех. Ну, вы знаете, попробую я завтра объявить себя деятелем диссернета. Они скажут, нет, ты пророссийский, ты поддерживаешь российское государство. Мы тебя не берем. Поэтому есть, конечно, главарь, который контролирует сайт. Есть определенная там иерархия. Они такие, они уж и свободные. Они, конечно, не свободны в первую очередь от людей, которые платят им с запада. Если они здесь оказываются вытеснены из всех сфер жизни научной, то у них перспектива лишиться, понимаете, икры с маслом, которое они намазывают на хлеб. Это очень неприятно. Отсюда и истерика Пархоменко. Вот я посмотрел материал, такое впечатление, что он написан пьяным бендюжником, понимаете, потому что вообще российский журналист в таком тоне он ни о чем писать не может. Ну, вот, значит, представьте себе, меня это поразило. Они пытаются, пытаются, значит, что-то диктовать Академии наук, при этом он ее называет «самый грязный, самый жирный, самый вонючий муравейник». Ну, это что, с пьяным или это как? Отсутствие, даже не то чтобы отсутствие логики, а вот наличие такого клипового мышления. Вот он в конце своего интервью говорит, что мы не впустили Записоцкого в Академию. Они меня не впустили в Академию, да я уже много лет член российской Академии. Вот он сначала пишет в самом начале своего, значит, этого всего разговора, своих писаний, что я член-корреспондент Российской Академии наук. А в конце интервью он пишет, что они меня не пустили в Академию. Он на кого рассчитывает вообще? На какой интеллектуальный уровень своей аудитории? Он пытается манипулировать, он пытается маневрировать, он спорит со статьей в московском комсомольце. Ну, как он с ней спорит, понимаете? Вот я сказал, что главарь этого сообщества в США, и там же зарегистрирован сайт. Он не говорит, что он не в США живет, и он не хочет признавать то, что он там ведет радиопрограммы из США и так далее, и так далее, что он на деньги Вашингтонского фонда существует. Он от этого уходит. Он говорит, ну, это же все полный бред. А что бред? Не то, что он не живет в США, а бред то, что у них есть главарь. И дальше он начинает, понимаете, это называется передергивание, вот, он начинает врать. И делает он так непрерывно на протяжении, так сказать, всей своей вот этой вот, ну, я статьей это не могу назвать. Или вот, значит, российские СМИ, они все опубликовали кучу статей, написанных под копирку. Какие же тут статьи, написанные под копирку? Я взял, посмотрел, вот он тут приводит «Известия», «Лентарури», «НТВ». Мне референты сделали подборку того, о чем идет речь. Действительно, десятки. Что они сделали? Они совершенно честно прочитали «Московский комсомолец», взяли оттуда честно, со ссылками на комсомолец, фрагменты моего интервью, прокомментировали, как они считали нужным. И все эти комментарии оказались не в пользу Пархоменко. Понимаете? И вот он от этого бесится. И что он от этого делает? Он журналистов, которые вроде бы являются его коллегами, обвиняет в том, что, значит, это все у них проплаченные вещи. Если бы они процитировали Пархоменко, например, про то, что обличили министра культуры Мединского. Такое, кстати, эти же СМИ все цитировали, когда диссернет опубликовал, что там якобы какая-то плохая диссертация, я думаю, что это такое же вранье на самом деле. Вот якобы там что-то не то. Ну, помню, да, известная была история. Они там все процитировали. Он был счастлив. Он не называл своих коллег-журналистов так, как он их называет, когда они процитировали меня. Это же, понимаете, фантастика. Он называет ведущие российские СМИ дерьмо ресурсами, говноизданиями. Вы извините, что я вынужден на такие слова. Можно произносить, но пьяный бендюжник, он вышел из бара, там грузчик. Но сейчас грузчики так не ругаются, понимаете? Вот когда ты находишься где-то на производстве, ты видишь там, в общем-то, нормальных людей. Ну, и как после этого нам воспринимать слова, вот, так сказать, этой самой, как у нас там говорят, демшизы про то, что у нас там какой-то гадкий русский язык. Вот нам человек из Нью-Йорка, который отстаивает либеральные ценности, который якобы хочет сделать Россию лучше на американские гранты. Это давняя мечта американцев сделать Россию лучше. Вот как он выражается. Ай, про меня замечательно. Я у него злобное, тупое, трепло. Если у него есть аргументы против того, что я говорю, почему бы не поспорить с аргументами? Вы знаете, в России всегда считалось, что журналист это интеллигентная профессия. Оказывается, американский журналист, который вещает из-за океана, ему совершенно не обязательно быть вот элементарно культурным человеком. При этом я вам должен сказать, что вот у нас университет, например, наш, это площадка, где собираются и замечательно общаются между собой люди самых разных убеждений, понимаете, взглядов и так далее. Ну, вот у нас есть настоящий либерал, друг нашего университета, Генри Маркович Резник. Вы от него когда-нибудь услышите вот такое, что кто-нибудь это злобное, тупое, трепло. Вот. Гадости, гадости, гадости. Там у кого-то не прокатило. Значит, я куда-то пролетел, как кусок грязной фанеры. Я почему-то думаю, что я намного чище него и к фанере отношения не имею. Тут же называют уважаемую московскую журналистку, простите меня, опять мне это неудобно произносить, в моем кругу этого не говорят, бледовитой. Это что вообще такое? Вот. Ну и так далее, и так далее. Треп там, треп Записоцкого. Отвечай по существу, если ты хочешь, чтобы к тебе, к самому относились с уважением. Или закрой грязный рот. Вот я бы это сказал бы. Передергивание, вранье, грязный язык. Это что? Полемика журналиста из-за океана вот в таком тоне, с нами, со всеми? Да нет, это истерика человека, который теряет ценность для своих покровителей. Александр Сергеевич, вы сказали, что есть ощущение, что это заказ определенный. Вот, учитывая то, что вы ректор университета профсоюзов, какие-то бизнес-интересы стоят, получается, за этим заказом, с вашей точки зрения? Вы знаете, что я буду говорить прямо. В Петербурге есть две фирмы, которые занимаются информационным рэкетом. Вот, вопросы с их деятельностью, они в разных плоскостях уже многократно поднимались. Эти фирмы публично обращались к нам с требованиями предоставления им рекламы. И при этом все время за кулисами звучало, что если мы им не будем платить, то у нас будут проблемы. Но вы понимаете, с такими вопросами ко мне обращаться бесполезно, потому что как придешь, так и уйдешь. Вот, и мы публично вытаскивали их за ушко на солнышко. Мы показывали, чего они стоят, эти люди. Я, например, выпустил статью «Бриллианты. Лучшие друзья девушек» в Санкт-Петербургских ведомостях. Это было 2006 год, где я сказал об этом, об этих фирмах и о их лидере примерно в таком же ключе, прямо и честно, и бескомпромиссно, как я это сделал в московском комсомольце. С тех пор некоторые информационные ресурсы Петербурга, они с удовольствием принимают на нас заказы, они с удовольствием пишут на нас гадости. Эти ресурсы имеют информационную базу на университет. И вот я с высокой степенью убежденности хочу сказать, что Диссернет использовал против университета недобросовестно, материалы недобросовестной информационной базы. Вот чтобы закрыть тему с Академией наук и Диссернетом, одна из основных претензий, которую Диссернет предъявляет, это то, что никто, по-моему, до сих пор не знает алгоритмов, по которым они ищут плагиат в работах, они его не показывают. А в этом и большая проблема, потому что если ты занимаешься серьезно научной деятельностью, или если ты хочешь серьезно критиковать ученых, покажи все от начала и до конца. Вот они сейчас уже в угаре, чувствуя, что против меня никаких провокаций не получается, эти номера не проходят, они вдруг объявили одного из защищавшихся у нас в университете докторов наук в том, что эта женщина списала 40 страниц текста у меня. Мы проверяем, это не подтверждается. Ну, на какой-то странице есть одна фраза, очень похожая на мою, пять-шесть слов, на другой странице еще одна фраза, пять-шесть слов. Сразу встает вопрос о том, какие компьютерные программы используются, как это все работает. Для настоящего специалиста, когда какая-то компьютерная программа что-то находит, это только начало работы, это только основание посмотреть, был ли там на самом деле плагиат, или было что-то другое. Вот я, например, беру работу добросовестного, квалифицированного специалиста с прекрасной репутацией. И мне выдает программу антиплагиат, кстати, сильнейшая у нас программа, колоссальное количество плагиата, там 95%. Я дальше начинаю разбираться, и, кстати, сами вот владельцы программы антиплагиат, они говорят, что ни в коем случае нельзя механически кого-то обвинять на основе этой программы. Надо разбираться. Как я копнул, а что оказывается? А там 90% научной работы, они раздерганы на куски, заведены на платные сайты, и эти сайты торгуют вот этими кусками данного ученого, у которого якобы 95% плагиат. И показывают, что это взято оттуда. А это у него взято. Наоборот, когда ты с помощью антиплагиата и самой фирмы антиплагиат грамотно от этих подозрений работу очищаешь, там остается 5%. Ты начинаешь смотреть, что это за 5%. Это, например, название твоего университета. Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Вот. Или ректор СПБГУП Александр Записоцкий. Плагиат. Есть очень небольшой процент. Вы понимаете, мы все говорим, мы используем все слова русского языка. Как правило, если мы не Лев Толстой, который изобрел оборот для литературы, в то время как до Лева Толстого не существовало, вот. Мы все пользуемся русским языком, мы все пользуемся арабской письменностью, мы ставим знак равенства, мы ставим точку с запятой. В этом смысле можно сделать программу, при которой кто угодно будет плагиатором. Надо разбираться внимательно, кто списал у кого, если уж кто-то там списал у кого-то. А есть еще соавторство в работах, когда там несколько человек имеют право там претендовать на тот или иной текст, а посмотрите учебники. В учебниках вообще там в кавычках ничего нет. Понимаете, там описываются и в известной для науки вещи. И как раз задача автора учебника грамотно все это описать. Мне студенты принесли программу, там для юмора, это шутка была такая, они же там все это тоже читают в газетах и так далее. Вы знаете, туда загонишь работу Эйнштейна, он будет плагиатором, туда загонишь Ветхий Завет, это будет плагиат. Загонишь Великую Хартию Вольности, любой исторический документ плагиат, даже тот, который был впервые создан и имел громадное значение. Поэтому никто никогда не верит простым компьютерным совпадениям. Тем более, что неизвестно, что с чем сличает диссернет. Может быть, они ту же самую диссертацию загнали там в свою базу данных и дальше удивительное совпадение там обнаруживают. По большому счету, поэтому именно им никто и не верит. Александр Сергеевич, давайте с этой темой закончим. Но следующая, она на самом деле еще более неприятная. К сожалению, мы в предыдущих эфирах с вашим участием очень много говорили о студентах, о воспитательной части, о взаимоотношениях между студентами и преподавателями. И вот мы получаем историю из Санкт-Петербургского государственного университета. Доцент Соколов. Доцент Соколов, да. Обвинение в убийстве, признательные показания, части тела в мойке. Вам, как руководителю вуза, наверное, я могу задать только один вопрос. Я знаю, что лично вы, господин Соколова, не знали, поэтому в этой части как бы спрашивать не о чем. Ну, не знали, а не знаете, он жив, да. Так вот, могло ли, могло ли, должно было руководство вуза обращать внимание на особенности его поведения, потому что вот сейчас всплыло очень много подробностей, оказывается, что вот его поведение, скажем, никогда не отличалось, выбивалось за рамки того, что мы привыкли считать нормальным? Вы знаете что, у нас, что не человек в обществе, в жизни, то что-то, что выбивается за рамки нормального. Кто дома не ругается с женой или какая жена не ругается с мужем? Покажите мне российскую семью, где хотя бы раз в жизни не шлепнули ребенка по попе. Иногда муж с женой, вот они что-то за закрытыми дверями себе такое ужасное позволяют, они бы не хотели бы, что кто-то об этом узнал. Если кто-то из них вдруг начнет сходить с ума и расчленит другого человека, все эти вещи вдруг вылезут и станут говорить, а вы помните, они там поссорились на свадьбе у Иванова и чуть не подрались или даже подрались. А вот тогда надо было обратить внимание. Когда такие вещи происходят, я радуюсь, что у нас небольшой университет и у нас не пять тысяч преподавателей. Я работаю ректором уже, вы знаете, больше 28 лет, и я знаю, что, как правило, если ко мне поступило тысяча студентов на первый курс, то с одним или с двумя по статистике что-то будет не совсем в порядке. Я должен их пораньше выявить, я должен им сделать такую психологическую помощь. У нас есть штатный психолог, он должен за этими ребятами посматривать, и они что-то могут выкинуть. Я понимаю, что это опасность. Преподавателей у меня меньше, чем тысяча человек. Но если бы было больше, чем тысяча человек, я бы вот считал бы, что я нахожусь в такой же критической зоне. А когда в ВУЗе несколько тысяч преподавателей, а когда это творческие люди, а вы знаете, любой творческий человек, он с какими-то аномалиями в психике, он обостренно чувствует мир. Вот возьмите там скрипача, виртуоза, а он себя ведет в обыденной жизни вот так же, как водитель автобуса. Да нет, водитель автобуса человек с остальными нервами, иначе он не мог бы работать водителем и целый день гонять взад-вперед 40 раз по одному кругу по маршруту. А скрипач другой, а скрипач может больше взорваться, а его могут из себя вывести какие-то там мелочи. И мы должны радоваться, что мы видим этих людей только на сцене, а мы не видим, какие они в быту. Вы знаете, случилась огромная беда, случилось несчастье огромное. Погибла молодая девушка. Человек, ну, конечно, он не в добром, понимаете, здравии умственном, он совершил ужасный чудовищный поступок. Скорее всего, он был и пьян еще в это время. Но не надо нам вот так смаковать эти подробности. Я должен сказать, что в российских вузах подобных вещей по статистике в среднем случается, если привести к одному работнику, намного меньше, чем у представителей очень многих других цехов. Я должен сказать, что есть еще, наверное, места, где меньше. Есть некоторые специальности, где очень серьезные требования. Но при всем при этом вузы меньше дают намного преступности вот такого, так сказать, характера, нежели дают, ну, многие другие сферы жизни. Есть другие вопросы. Например, в наших традициях российских не считается чем-то ужасным, если преподаватель соблазнил студентку или студентка соблазнила преподавателя. Хорошо это или плохо? Вот я сам как ректор, понимаете, я не один раз видел у нас в университете, когда очень яркий педагог, очень талантливый, вот он вдруг становится объектом посягательства со стороны студентки, а студентка так хороша, что отказаться очень трудно. Она в него влюбляется, а он потрясающе яркий, он намного более яркий, чем все ее сверстники, вот. И как ему отказаться? А он ее по-настоящему, может быть, не полюбил, а может быть, он очень увлекся, может быть, у него настоящая страсть, он думает, что это любовь. Я его должен выгнать из-за этого? Я вам скажу, что я, вот это может быть грех мой ректорский, но я стараюсь вот в эту сторону жизни людей не вникать. И огромное большинство моих коллег считают так же. Более того, понимаете, есть под спудно такое мнение. Пришла отличница, пришла золотая медалистка, она оценила этого профессора, она увлечена наукой. Понимаете, а с кем же профессору жить, как не с человеком, который понимает ценность его научного знания? Она тянется к научному знанию. Я, конечно, немного утрирую, это шутка, но в ней есть доля правды. Я должен сказать, что для меня, для ректора, неприемлемо совершенно. Если этот человек начинает принимать экзамены, или в вузах тоже такое бывает, он не у своей любимой девушки принимает экзамены, а он начинает ставить хорошие оценки за интимную близость. Вот это у нас, я боюсь, что некоторые мои коллеги на это закрывают глаза, но у нас за такое очень быстро вылетишь. Если будешь склонять студентку к сожительству, у меня были случаи, я за это увольнял, и совершенно бескомпромиссно, потому что оказывать давление вообще неприемлемо. Если там настоящая любовь, я десять раз подумаю, вмешиваться или нет. А если там любовь за оценки, ну и студентки мало не будет, но в первую очередь я, конечно, спрошу с преподавателя. А у студентки будет принимать экзамены другой преподаватель, а это я аннулирую. Но если она всех преподавателей соблазнит, тогда я сам уволюсь. Понимаете? Потому что тогда, ну что же, я скажу себе, работать невозможно. Я вижу, что у вас просто есть уже готовые решения по каждой ситуации со всеми их нюансами вот такого рода. А когда профессор и студентка начинают жить вместе, начинают быть вместе, вы, видимо, как ректор много чего повидали. Я видел за свои многие годы работы в ВУЗе, когда студентки соблазняли преподавателей, выходили за них замуж, прописывались к ним в квартиру, а потом был один феноменальный случай, понимаете? Она решила с ним развестись с жертвой своей и выгнать его из квартиры. Это еще в советское время было. Я тогда был юный педагог, на моих глазах все это происходило. Она соблазнила темнокожего гражданина, он ей много измен прощал, а жили в коммуналке. И вот в один прекрасный день он вернулся с работы, она в постели с темнокожим гражданином. Я не знаю почему, но он это не смог пережить. И он с ней развелся, он бросил свою комнату в коммуналке, он уехал, бросил работу в нашем ВУЗе, а у нас элитный ВУЗ всегда был, и он уехал в провинцию доживать свою жизнь в полном расстройстве, он не мог пережить, что она так с ним поступила. Понимаете, бывают и вот такие трагедии. И когда я поступал ВУЗ на работу, я был молодым человеком, мне было 26 лет мне было, мне говорит заведующий кафедрой, смотрите, никаких романов с нашими студентками. Я удивился страшно, мне это в голову не приходило. Он мне говорит, вот вы идите в такой-то ВУЗ и называют меня Кударь. Вот с теми вы можете романы крутить? А в нашем ВУЗе ни-ни, я обалдел немного. Я вообще разговора не ожидал. Я говорю, а почему? Он мне говорит, а вы знаете, у нас сейчас три дела по партийной линии, потому что у нас три иногородних студентки соблазнили трех преподавателей, пришли в партийный комитет и говорят, он меня соблазнил, пусть он на мне женится. Такой способ остаться в Петербурге. И вот он говорит, четвертый, нам тут случай такой Александр Сергеевич не нужен. А я тогда, увы, был даже не в разводе, у меня жена умерла, я был холостой человек. Вот так оно сложилось. Поэтому на Западе, вот любая связь студента и преподавателя, преподавателя увольняют немедленно. В Соединенных Штатах, например, это вообще невозможно. Ну, я не знаю, может быть, и у нас это нужно было бы запретить совершенно. У вас любовь, но дождитесь, пока она ВУЗ закончит, и тогда там оформляйте отношения свои. Но вот вся традиция высшей школы, она у нас сына. И, например, ректор в нашем ВУЗе женился на своей бывшей студентке, вот тот, который до меня проработал 19 лет. Я сейчас, так сказать, нахожусь в очень важных для меня отношениях с нашей выпускницей, золотой школьной медалисткой, получившей красный диплом у нас в университете. У нас ребенок растет около 7 лет ему уже. Вот. Ну, вот как-то так оно складывается. Алексей Сергеевич, времени совсем мало. Расскажите, пожалуйста, о конференции, потому что стало известно, что в следующем году в начале будет инициирована, собственно, уже инициирована конференция, посвященная вопросам развития социально-клодовых отношений в нашей стране. Известно, что в ней будут принимать участие и члены правительства, и Госдума, и пройдет она на базе Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Я больше скажу, конференция посвящена весьма предметно, возможностям перехода на четырехдневную неделю рабочую. И этому придается такое большое значение нашей властью в стране, что в ней примут участие и лично Дмитрий Медведев, так предполагается и лично Вячеслав Володин. Как правило, когда проходят любые конференции самого высокого ранга, из высших должностных лиц страны участвует только один человек. Но проблема очень серьезная. Дело в том, что научно-технический прогресс приводит к очень существенным переменам на рынке труда и к высвобождению большого количества рабочей силы. И здесь возникают различные варианты. Один из них, кстати, четырехдневная рабочая неделя. Во всем мире уже дело идет к переходу практически на четырехдневку. Это лучше, чем одних заставлять работать пять дней, а других выгонять вообще и платить им пособия по безработице. Встают сразу другие вопросы. А можно ли это обеспечить, например, за счет научно-технического прогресса, за счет цифровизации, не потеряв при этом заработную плату работников, понимаете, сделать там перевооружение многих производств, не снизить при этом производительность труда, а сделать это, например, четырехдневку за счет производительности труда. И тут надо очень многие вещи сопоставлять. Вот видите, как недавно была история, которая никого в стране не обрадовала. Пенсионная реформа. А сейчас, когда руководство страны смотрят с ближайшим будущим, там оказываются странные вещи. Может быть, лучше было бы все-таки пенсионеров отправить на пенсию, заплатить им пенсию и их высвободить от работы и оставить пятидневку, например. Вот все это в комплексе нуждается в серьезном прогнозировании, в серьезном обсуждении, в изучении рисков. И то, что руководство страны сейчас проводит это на базе университета, который занимается этой проблематикой, говорит о том, что у власти очень ощутилась такая серьезная глубокая потребность в научном обосновании своих решений. И в этом я вижу вообще большой поворот, потому что, вы знаете, ну, я не могу упрекать высшие должностные лица страны, но в целом у чиновничьего класса вдруг появилось в постсоветское время, а это не сразу появилось, но такое мнение, что и вообще наука не обязательно, что чиновники сами все знают, как надо жить, что надо делать, а ученые-то какие-то там чудаки, на них нельзя обращать внимание. Но как раз Володин и Медведев, по-моему, хотят обратить внимание чиновничества, что так себя вести нельзя, и нужна опора на науку, будь это в Москве при принятии федеральных решений, будь это в регионах страны, в самых удаленных, ведь у нас большое количество очень хороших вузов, большое количество яркой профессуры, специалистов по региональным проблемам. И вот посмотрите, как интересно, два высших должностных лица не в Москве это проводят, а ведь могли бы нас всех вызвать туда, а приезжают на площадку вуза, потому что интересно им посмотреть на ученых, побывать на этой площадке, посмотреть в глаза молодежи, у нас факультет конфликтологии, там будущие специалисты по социально-трудовым конфликтам, посмотреть, что новые поколения, как они это все видят, что они хотят, они хотят работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, или они хотят какое-то пространство для себя, для семьи. Вот тут, вы понимаете, надо потрогать, ну, не руками, а как-то соприкоснуться с настроениями общества. И вот хотят встретиться с экспертами, встретиться с профсоюзами, с предпринимателями, едут из Москвы в Петербург, чтобы провести вот этот разговор на базе вуза, который по этой проблематике является головным университетом, у которого сейчас очень большие, ну, скажу прямо, научные успехи в этом направлении. Кстати, государство нам выделяет на это субсидии на проведение научных исследований. У нас создана лаборатория научное предупреждение конфликтов. А так мы работаем.